Добрый день! В эфире интернет-телевидение СБ. Как мы анонсировали в газете, время 15.00. И гость нашей студии, известный украинский политолог, директор Киевского института политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Михаил Борисович, здравствуйте! Добрый день! 6 февраля 2014 года, в разгар самых драматических событий на Майдане, тогда появился в Ютьюбе такой видеоролик, где дети призывают политиков помириться и не начинать, не развязывать военных действий. Я прочел, что инициатором были украинские звезды шоу-бизнеса и спорта. Они создали проект под названием, скажем, «Войне нет». И уже после этого ролика впереди был Майдан, Крым, Одесса. То есть он, к сожалению, оказался пророческим. Вот давайте я предлагаю нам и зрителям посмотреть ролик и потом продолжить диалог. Да, пожалуйста, видеоролик. Кровь никогда не смоется, боль от потери не залечить. Героем на беде не становятся. Чему же вы теперь стали нас учить? Сердце дрожит, глаза в слезах, а хочется нам жить без паники. Если мы цветы, жизнь не для вас, мы не хотим лежать у памятника. Мамы и папы, мы не хотим войны. Мамы и папы, детям своим нужны. Мамы и папы, им нужен нам красный свет. Мамы и мамы, мы говорим войны. Таксус детей, это так искренне, да, прозвучало. Михаил Борисович, наш эфир, вот мы озаглавили Украину два года после Майдана. Но первый вопрос все-таки, что привело Украину к Майдану, на ваш взгляд? Очень трогательная песня. Действительно пророческая. И моя страна переживает какой-то просто кошмарный период в своей истории. И никто не понимает, когда он закончится. чтобы ответить на ваш вопрос. Но я думаю, нам бы не хватило и часов времени. И вообще, я бы сказал так, что подобные вещи адекватно воспроизводятся, ответ на подобные вопросы, когда проходит больше времени. Чтобы, что называется, страсти успокоились, можно аналитически проследить путь к этой точке. в истории. Сейчас это очень сложно сделать, потому что все очень как бы живо и наполнено какими-то эмоциями. И очень трудно все это аналитически исследовать. Я просто сказал бы так, что, конечно, мы к этому шли на протяжении всех лет независимости Украины. Значит, наша государственность выстраивалась очень противоречивым образом. Не было с самого начала внятного и ясного представления о том, что наша страна как бы двухсоставная, что тут есть украинская Украина, русская Украина, еще есть некая промежуточная фаза в центре. И что нужны какие-то специальные усилия, чтобы спаять вот этот весь механизм. Когда-то все мы были частью советского народа. Я считаю, что это уникальный был такой вообще в человеческой истории эксперимент, когда люди разных национальностей в общем себя идентифицировали как часть некого общего единого пространства, человеческого пространства советские люди. Я вижу в этом много позитивного. Хотя есть разные вещи, конечно. А вот когда мы стали отдельным государством, более пассионарная часть общества, это в основном люди Запада Украины, гуманитарная интеллигенция украиноязычная, она пыталась утвердить свой проект будущего Украины. Довольно сложно это сделать, потому что влияние Запада Украины на жизнь в стране не было определяющим. Ну, хотя бы потому, что в основном промышленность была, значит, на востоке, на юге. В основном, как бы, элиты, инженерные кадры, все они формировались как бы в русскоязычной среде. И это все было очень сложно сделать. И посему, как бы, вот эта русская часть Украины вообще не задумывалась о том, что у нее когда-нибудь могут быть проблемы здесь. И поэтому, кто бы ни был у власти, а чаще всего у власти в стране были люди-выходцы из востока Украины. Вот. Ну, вот начинал Кучма, он даже не пробыл... Ой, начинал Кравчук, он полного срока не пробыл президентом. И после него был там Кучма, был Янукович, мы знаем промежуток, когда был Ющенко. Ну, и при Кучме из Днепропетровска, и при Януковича из Донецка. Ну, казалось бы, можно было ожидать, что они будут способствовать как бы вот этому балансу, внутреннему балансу, как бы ничего подобного. Они совершенно не интересовались тем, как формируется гуманитарный, как бы, контекст строительства государства. И поэтому инициативу они легко передавали представителям украиноязычной гуманитарной интеллигенции. И хоть это так или иначе должно было кончиться каким-то конфликтом, потому что оно не проходило как бы сквозь общественную ткань до конца, оно натыкалось на какие-то острые углы, останавливалось, двигалось дальше, и нужна была какая-то, ну, как бы, я бы сказал, катастрофическая ситуация, чтобы это сорвалось в пропасть. И чтобы, надо учитывать, что вот эти восточноевропейские элиты менее пассионарные, они вообще, что называется, политикой не любят заниматься, они вообще разговоров не любят, они говорят, серьезные люди должны заниматься делом, то есть зарабатывать деньги, строить там, что угодно, заводы, мосты и так далее, работать, заниматься бизнесом, а разговаривать, это пусть разговаривают, значит, украиноязычные гуманитарии. В результате школа начала двигаться в сторону исключительно украинскую. И я лично получаю удовольствие, когда слышу молодых людей, которые говорят по-украински. Раньше в Киеве это встретить было, ну, очень редко. Сейчас замечательно, да? Но при этом одновременно с этим формировалось в сознании людей и отрицательное отношение бывшей общей истории, к русской культуре, к российскому государству. Не надо рассказывать, вот когда люди расскажут, что вот из-за того, что вот случился Крым, поэтому мы возненавидели. Значит, люди, которые как бы модерировали этот процесс, они всегда ненавидели Россию. Всегда. Они просто не имели возможности самореализовать это раньше. А теперь такая возможность есть. И, конечно, Россия своей политикой очень часто неадекватной, неточной, неразумной, которая, я бы сказал, опиралась на такого типа представления. Мы там договоримся с, там, не знаю, с Кучмой или с Януковичем. Ну и там решим, какие вопросы нам надо, и все, бизнес работает. Между прочим, у нас и сейчас, несмотря на вот это кошмарную ситуацию, которую мы сейчас переживаем, вот проведен был список самых главных плательщиков налогов в Украине. 20 главных компаний. Из них 6 были российские компании. И по сей день. Сегодня, да. 6 российские, и не было, например, Рошена в 20 компаниях. Это при том, что наш президент единственный олигарх, который увеличил свой капитал за эти два года в разы. Ну, некоторые говорят, в 7 раз, не знаю. Может быть, не в 7, может, в 2. Но то, что... Не объединил, то точно. Мы то, что... Не, но мы видим, что он увеличил. Потому что в разы увеличилось количество магазинов Рошен в нашем городе, в Киеве и по всей стране. Поэтому все равно не все решено, да. Но, тем не менее, ситуация к этому шла. И она случилась. И это, конечно, трагический период в истории. Я просто очень надеюсь, что он переходной. То есть, что мы не знаем, к какой точке мы придем. Но сегодня инициатива внутри Украины на стороне тех, которые хотят сделать Россию извечным и окончательным врагом нашей страны. И я считаю, что это ужасная катастрофа для вот той Украины, которую я люблю и патриотом, которой я себя считаю. Что такое южно-русская культура? Это вот культура Одесса, Херсон, Николаев. Там рождались вот эти гении южно-русской культуры. Понимаете? Не будет этого. Пройдет время. Вот если и дальше процесс так пойдет. Если Донбасс вытеснят из Украины, Крым потерян, скорее всего, навсегда, не будет Донбасса, значит, из Одессы, из Николаева, Днепропетровска и Харькова будет вытеснена вся часть этой культуры. И тогда, ну, мы, в общем, превратимся в такую провинциально-европейскую, я думаю, вполне. Может быть, мы не будем членами Европейского Союза. Мы не знаем, что будет через 25 лет с Европейским Союзом. Но мы, может быть, вот такой большой Словакии. Михаил Борисович, вы пришли в политологию из реальной политики. Вот скажите, вы вспомнили президента Януковича. На ваш взгляд, какие основные ошибки он совершил, прежде чем начался Майдан, в том виде, который сейчас мы имеем? Ну, я об одной ошибке сказал изначально. Это заключалось в том, что, значит, не надо заниматься политикой, не надо заниматься гуманитарным направлением, а надо заниматься бизнесом, надо, чтобы сын стал олигархом. И вот это, как бы, это главное. А технические были ошибки, когда надо было принимать разумные решения раньше. Ну, например, решение о подписании ассоциации с Европейским Союзом было непродуманным. Надо было вести, как бы, процесс переговоров об условиях подписания этой ассоциации еще какое-то время, поскольку, на самом деле, этот процесс был форсирован людьми, которые хотели оттолкнуться от России. А там, что там потеряет украинская экономика, сельское хозяйство, промышленность, никто из этих инициаторов не задумывался. Вот. Так что, если бы не это, было бы медленное движение в сторону подписания ассоциаций на нормальных для Украины условиях, то не было бы кризиса. И он бы дослужил свой срок. Я думаю, что на второй срок он бы не победил. Был бы плавный переход к движению в сторону, как бы, Европы, но, я бы сказал, не против России. Не против России. Потому что националист, откровенный националист, не мог победить. Значит, это был бы какой-то, вместо Януковича, какой-то умеренный представитель такого, как бы, проевропейского направления, которое уже среди молодежи имело преимущество. А вот в какой период усилились свобода, правый сектор? Да, ведь, действительно, вы сказали, их там знали потихоньку, во Львове, во Франковске, а здесь вдруг такие ведущие... Ну, правого сектора до Майдана вообще не было. Говорят, их поддерживала администрация президента. Ну, они просто сделали руками главы администрации президента Левочкина, поскольку он... При Януковиче. При Януковиче. Он курировал, ну, фактически задавал музыку, как бы, на его главном канале, телевизионном канале Интер, где была программа, ну, вот, известного тележурналиста Савика Шустера. И там он определял с помощью, там, своих людей, определял, кто будет приходить на эту программу. И вот на эту программу стали регулярно приходить представители Свободы, которые, конечно, имели шанс там на западе Украины что-то получить. Но после того, как они стали главными актерами этой сцены, ее стали и другие приглашать, поскольку они влияли на всю информационную политику администрации президента во главе с Левочкиным. Ну, сейчас он, как бы, один из лидеров так называемого оппозиционного блока. Значит, и мне приходилось не разу говорить, что, в том числе, говорить, ну, передавать, я не работал с Януковичем, но люди, которые были близки к нему, я им передавал, что плохо это все кончится. А мысль, у некоторых была такая мысль, что вот надо готовить на роль конкурента Януковича на следующих президентских выборов представительная свобода, тогда Янукович легко выиграет. Я уже не говорю, что это была глупость, но дело даже... В истории это обычно плохо заканчивается всегда. Но главное, что это игра, в которую включился очень влиятельный человек, и которая вытащила, как бы, на общеукраинскую арену людей с такой популистской националистической линией, которая в Киеве имела поддержку 10-12%. Она расширила свое влияние на Западе и получила голоса даже в Одессе, и в Харькове, и так далее. Она стала общеукраинской партией. И вообще, я бы сказал, вот этот националистический, украинский националистический тренд, он был легализован на общеукраинском поле тем, что эти люди участвуют в обсуждении государственных проблем, и очень часто же были правы. Потому что их оппонентами были люди, которые, как бы, занимались бизнесом, для которых политика – это был бизнес, для зарабатывания денег. Они приходили и говорили, это неправильно. Значит, надо думать про державу, и так далее. И это, я считаю, абсолютно правильно, если кто спросил, действительно, это именно так и было. Друзья, у нас работает интерактивный чат. Вы можете задавать вопросы гостю студии. Вопросов уже поступило много. Михаил Борисович, как вообще, перед тем, как мы к зрителям, вы оцениваете роль Беларуси? Она занимает относительно нейтральную позицию в этой связи. И как вы видите перспективу этой роли вообще в дальнейшем? Ну, вы знаете, я вообще не... Ну, исторически. Небольшой, как бы, любитель хвалить начальство, да? Ну, я, например, никогда не был членом КПСС, хотя был единственным начальником лаборатории в большом институте, не членом партии. Больше не было. Я единственный. Я же физик по первой профессии. Вот. Неоднократно предлагали. Я не люблю. Ну, вот, что касается Порошенко... Ой, извините. Что касается Лукашенко, то мне кажется, что эволюция вашего президента за последние несколько лет, и вот в контексте Украины, она же, между прочим, не сильно выпадает из его общего контекста, его политики. Я бы сказал, ваш президент научился говорить нет Владимиру Владимировичу Путину. И это тоже, как бы, важная черта, как бы, его, ну, такого самоутверждения, как политика. А что касается его... Ну, поначалу, в общем, все это произвело впечатление такое, что вот, член союзного государства, все такое, а занимает абсолютно дружественную и лояльную по отношению к власти, которая занимает резко антироссийскую позицию. Казалось бы, ну, где же солидарность представителя союзного государства? Ну, мне кажется, это казалось мудрой, в общем, позицией. И я не знаю даже, вот мне было бы интересно узнать, значит, согласована эта позиция Владимиру Владимировичу или нет. Мне просто было бы любопытно. Потому что я представляю себе, что на самом деле для Путина она должна раздражать его, по идее. Да, что, ну, что ж такое, да. Вот и Абхазию не признал, да. Но, с другой стороны, иметь своего друга, который может разговаривать лояльным, быть, как бы, вот, оппоненту, да, это важно. И мне кажется, что вот идея Минского процесса, который сейчас, ну, можем к этому вернуться, как-то в очень трудном положении. Большинство экспертов считает, что в тупике. И вы тоже считаете, что нужны другие пути. Сейчас в тупике насчет других, это другой вопрос отдельный. Значит, я просто считаю, что она сыграла, Минский процесс и Минская инициатива, колоссальную роль. У нас были дни, когда за один день убивали 100 человек. Сейчас, может быть, погибает там, ну, сейчас вот обострение, погибло несколько человек, действительно. Ну, война широкомасштабная закончилась, да? Закончилась совсем. И критерий этого, можно сказать, такой. Вот как есть линия, вот она не изменяется. Год она не изменяется. Это означает, что масштабной войны нет. А есть позиционные перестрелки. Как их избежать, когда с одной стороны 40 тысяч с ружьем, с другой стороны 50 тысяч с автоматами. И что? Есть возможность, как бы, над каждым поставить начальника, чтобы не стрельнул, когда они на недалеком расстоянии друг от друга. Поэтому я считаю, что сыграл колоссально важную роль Минская инициатива. И то, что вот сегодня прилетела очередной раз, как бы, группа из Киева вместе с большой группой ОБСЕ. Это, кстати говоря, первый раз. Вот. И они дальше будут пытаться, как бы, что-то делать. Это мы отдельно отдельно тему Минского можем обсудить. Да. Скажите, вот все-таки одни считают, что два года, прошедшие после Майдана, это потерянные годы для Украины, что все разговоры и реформы оказались мифом. Но есть люди, которые считают, что Украина идет правильным путем, что в перспективе ждут, так сказать, какие-то европейские ценности и так далее. Вот. Какая ваша позиция? Каким путем, каким направлением движется Украина? Как бы вы могли оценить это направление? Ну, я сначала скажу, как оценивают это люди на Украине? Если этот опрос стандартно ставится разными исследовательскими центрами. В правильном ли направлении движется Украина? Значит, по данным последним 80 и больше процентов считают, что неправильно. И где-то 5-7-8 процентов говорят правильное. Среди людей как бы, ну, с большим образованием, что ли, да, не в среднем, чуть больше считают, что правильно. Значит, я хочу сказать, что Украина переживает тяжелейший период в своей истории. Я бы сказал, плюсы, которые есть, я потом могу пару слов сказать о том, какие плюсы действительно есть, но минусы, война, вот это разрыв части общества против другой части, перевешивает, я считаю, все плюсы, которые есть за эти два года. А есть, некоторые плюсы есть. Ну, например, ну, все-таки в кое-каком направлении изменяются правила, которые создают дополнительные трудности для коррупционных транзакций. И это хорошо. Принят закон о том, что чиновники должны отчитываться не только за доходы, но и за расходы. 15 лет не могли бы прихолосовать за этот закон. Ну, зачем же за такое голосовать те, кто в этом участвуют? Понятно. Значит, вот, есть еще одна вещь. Есть часть молодежи, которая почувствовала, что есть у них шанс. Что есть шанс, что сейчас, как бы, тут революция, вот тут мы будем по-европейски жить. И она начинает заходить, как бы, в политику. Пока это, как бы, выглядит очень часто, как какой-то трагифарс, потому что они приходят и говорят, а все надо поломать, люстрировать, повыгонять, вот как произошло с реформой полиции. Реформа полиции, я считаю, сейчас полностью дискредитирована. Полностью. Потому что профессиональные кадры, возможно, часть из них были коррупционеры. Их выгнали. Количество, вот, последние данные по раскрываемости преступлений, в том числе, тяжких. В Киеве 10% только. По Украине в целом 20%. Такого никогда не было. У нас была раскрываемость, например, убийств. По Украине было почти вдвое лучше, чем в России. Сейчас вообще катастрофа с этим. Вот так реформа осуществляется, потому что пришли молодые люди, занялись иллюстрацией, пришли грузинские девушки, которые там в Грузии были, может быть, вполне адекватны. Более того, я вот знаю одну из них лично, да, в Тбилиси познакомился, и то, что она вот рассказывала, показывала, как им удалось там избавиться от коррупции именно в ГАИ, не вообще, не выросло. Она меня убедила, я разговаривал там, это правда, здесь они абсолютно неадекватны, они абсолютно не понимают, куда они попали, что они делают. Поэтому я бы сказал так, общий итог примерно такой, как говорят сами люди, 80% не туда ведете страну, не туда. Те, кто понимают, говорят, какие-то есть элементы позитивные, и я тоже это признаю, но, знаете, ни наш президент, ни тем более наш премьер, в ситуации, в которую они как бы включили страну, действуют против интересов, национальных интересов Украины. Вот как я считаю. Владимир Владимирович, эфир немножко ограничен, вопросов много, давайте попробуем. Российская пропаганда постоянно подливает масло в огонь, такие как Соловьев, с Киселевым, виноватых еще больше, чем те, кто все это замутил. Жалко Украину, жалко людей. Вот, я не знаю, вопрос ли это, или утверждение. Нет, человек утверждает, и я, например, человека понимаю. Я вот иногда несколько раз был в программе Соловьева, сейчас отказываюсь туда ездить, но я плохо понимаю как бы смысл множества этих программ. Я не понимаю, зачем каждый день обсуждать как бы Украину, когда нет повода, например, для обсуждения. На российском телевидении. я против тона, который там выбран и так далее. И я, особенно меня, я считаю, как бы неправильным в этой пропаганде, то, что вместо того, чтобы обсуждать пути, как изменить нынешнюю ситуацию, там используется единственный механизм. Надо заклимить, значит, за помощью фейков каких-то еще. к тому же. ну там фейки бывают, но вы знаете, вот когда там упоминают одну и ту же историю. А мальчика распятывали. Мальчика тоже чепуха, потому что на самом деле, действительно, я помню этот сюжет, я специально его пересматривал. Это был сюжет со ссылкой на, вот женщина такое сказала, ну она действительно была больная женщина. Она такое наговорила. А теперь, ну как будто вся эта пропаганда, как будто не было сожженных людей в Одессе, как будто не было тысячи убитых людей на Донбассе. Не во Львове, не в Ивано-Франковске, а на Донбассе мирных жителей, тысячи погибли. И я считаю, что за это несет ответственность наша власть, прежде всего. Не надо воевать со своим народом, понимаете. Они же рассказывают, что это с внешним агрессором. Ну нет, за все это время два человека, офицера российской армии или там чего-то, ГРУ поймали. Ну если у вас там 40 тысяч российских военных, что же вы всего двоих поймали, я не понял, что за бред. Поэтому там, конечно, люди не хотят ложиться под эту линию, которую сегодня реализует украинская власть. И не хотят делать из России врага и так далее. Здравствуйте. Возможно ли было бы избежать событий после Майдана? Кто, на ваш взгляд, столкнул ситуацию в пропасть? Виктор Михайлович из Гомеля? Ну фактически мы говорили об этом. Мы отвечали на это. Сначала толкнул своей неадекватностью Янукович, а потом поверил иностранным министрам иностранных дел, что они ему будут гарантировать, что будет все хорошо. Это тоже было проявление такой неадекватности. Ну а потом, я считаю, главные роли в войне, безусловно, и главной ответственность несут нынешний глава СНБО Турчинов, ну и заодно его команда, включая Яценюка и так далее. Я думаю, что исторически они будут нести ответственность за гибель этих всех людей. Добрый день. Тут Надежде Савченко приговор огласили 22 года. Отсидит ли? Как вы думаете сложится ее дальнейшая судьба? Знаете, во-первых, хочу сказать, что если бы не вот это скандал, который вокруг этого поднят, то я думаю, что ее то ли помиловали бы очень быстро Путин, то ли она была обменена и так далее. После этого скандала, которым была заинтересована, ну, по крайней мере, часть украинской власти и актива, чтобы она не вернулась, потому что она может спутать карты, она уже живой герой, как бы живая Жанна Дарк. Поэтому мне кажется, что сегодняшняя ситуация выглядит так, что Путин загнан что ли в угол, если он сейчас сделает вот эти шаги навстречу, которые от него ожилают, надо будет означать, что он под давлением, хотя на самом деле мне кажется, что для России очень выгодно передать сейчас этого героя. Янукович даже предлагает обменять на каких-то военнопленных. значит, сегодня, когда вы сделали из нее Жанну Дарк, то обменять надо только на тысячу политических заключенных, которые, понимаете, после того, что сейчас сделано, а не на двух грушников, которые, в общем. Но я думаю, что все равно больше двух лет она не отсидит, потому что если до президентских выборов есть какие-то рамки, в которых российская власть может действовать, каких-то не может действовать, то в 2018 году после президентских выборов, я думаю, что она будет освобождена. Я в этом уверен. Да, еще один вопрос. На днях по РТВА выступал Родзинский. Интересную мысль сказал, Путину Савченко не нужна, только проблема из-за нее, поэтому сплавит он ее на Украине при первой же возможности, а вот Порошенко, она тоже не нужна, то, что вы сказали, потому что стала уже политическим тяжеловесом, в общем-то повторяют ваши слова. Я согласен. И вернувшись на Украину принесет много беспорядка и политический хаос в стране. Я полностью согласен с Родзинским. Тут мне я не могу комментировать. Интересно ваше мнение, Михаил Борисович. Надежда Савченко солдат или каратель? И почему? Мне кажется, она просто оказалась не в том месте, не в то время. Андрей из Минска спрашивает. Может быть, она действительно оказалась не в том месте, не в то время. Я вообще против этих номинаций типа карателя, потому что она же обобщает. Вот берут значит, вот этот весь это все каратели. Это все бандеровцы, это все захватчики. Там, конечно, какое-то количество уродов, конечно, есть, но эти уроды есть и с другой стороны. Понимаете? Поэтому я против таких формулировок. А то, что она, возможно, была бы замечательной партизанкой, которая бы воевала против фашистов в Великую Отечественную войну, или наоборот, воевала бы против советской армии, была бы героиней представителей УПА, это то место, где для таких личностей полностью соответствовало. Сейчас она, я думаю, не в том времени оказалась ее характером и ее отношением действительно. Мы заговорили об оппозиции. А вот скажите, Михаил Борисович, в чем смысл нынешней оппозиции Порошенко? Пишут, что Юлия Тимошенко в прекрасных отношениях с Путиным. Вообще, есть мысль, что эта антироссийская сила стала пророссийской, оппозиция пророссийская. Так ли это, как вы это оцениваете? Или это сплетни какие-то? У нас просто нет пророссийской оппозиции. Вообще нет. У нас есть оппозиционный блок, который занимает промежуточную позицию. Во всяком случае, они точно против войны, хотя все остальные партии, включая, как часто называют Юлю пророссийской, включая и Юлю, занимая, она вон была, даже ходила, когда громили здания посольства, она ходила, тоже там участвовала. Так что все эти разговоры о том, что она пророссийская, это полная чепуха. Конечно, она маневрирует всегда, как ей выгодно, это верно. Но она часть вот этой антироссийской политической силы, элиты вокруг ее, она не может, никакие как бы форты ей недоступны в принципе. Так что она как была оппонентом сближения с Россией, так и остается. Поэтому ей-то американцы не доверяют, они думают, что вот она там с Путиным один раз договорилась, может еще раз договориться. Есть такой нюанс. Но, по-моему, они уже тоже смирились с тем, что она будет работать против России, и недавний ее визит в Соединенные Штаты вместе с партнером, который ей как бы пристроили. Такой Наливайченко, бывший глава СБУ, и большой опекун правого сектора. Значит, что она будет в этом лагере как бы антироссийском, безусловно, важной фигурой и дальше. Михаил Борисович, с политических вопросов вот такой обывательский, какая средняя зарплата в Украине, какие пенсии, цены, как люди вообще живут? Тереза Михайловна из Ивенса спрашивает. насколько помню, последние данные это средняя зарплата в районе 130 долларов. Сейчас я вам скажу, какая у меня пенсия. Ну, 100 с небольшим долларов. Ну, притом, я понимаю, не самая низкая, вы все-таки пришли из политики. Долг должна к стены. Не из политики я пришел, я там, если бы из политики было бы больше, мне можно было добиваться, что я был депутатом, но я просто этим не захотел заниматься, можно было как-то решить этот вопрос. А это обычная инженерная пенсия без всяких там... А у людей, конечно, средняя пенсия значительно ниже, это примерно в два раза ниже, 50-60 долларов, не больше. Ясно. Недавно средства массовой информации облетели жутковатые кадры нелегальной добычи янтаря на северо-западе Украины. Читал, что добыча ведется в промышленных масштабах, контролируется бандитами и уже стало экологическим бедствием. Кажется, Ляшко заявил, что это новый фронт АТО. Можете прокомментировать эту информацию про янтарную народную республику студент из Минска, спрашиваю. Ну, все правильно. То, что вы читали, уважаемый студент из Минска, полностью соответствует действительности. Это действительно катастрофическая ситуация. Там в промышленных масштабах, при полном игнорировании природоохранных действий, экологии и так далее, идет добыча, которая прикрывается милицией, КГБ, всеми силовыми структурами, потому что это большие деньги. Это миллиарды долларов в год. Ну, и есть какие-то попытки это все остановить, но они встречаются как бы с оружием в руках эти ребята. У нас же, знаете, раньше, что такое было рейдерство раньше в Украине? Это когда юристы, такие тонкие, как, например, Корбан, который сейчас под следствием, большие, как бы умные евреи, знали, не только евреи, извините, но евреи. Да, как юристы. Как юристы настоящие. Они знали, как делать документы, чтобы, значит, актив какой-то перешел к другому собственнику. А сейчас приезжают люди с автоматами, говорят, будет наше, валите отсюда. И вот так и там происходят войны со стрелами и так далее. Особенно важно то, что раз деньги очень большие, у людей есть оружие, значит, они используют силовые структуры реальные и бандитские отряды, которые вот сейчас фактически легализованы как добровольческие отряды. Еще один большой вопрос. Добрый день вам, Михаил. У меня вопрос. Мой отец жил в Горловке, Донецкой области. В 2014 году мне сообщили, что он умер, как и что, при каких обстоятельствах неизвестно. Обращался в посольство в Бресте. Там я объяснил ситуацию. В ответ на украинском языке говорят. Я ему в ответ говорю. Говорите на русском. Так, сейчас я постараюсь как-то быстро. Он отвечает, что не виноват, но вы не знаете языка. Позвонил в Минск. Посольство. Там женщина ответила, что зона контролируется террористами. Мы справки не даем. И обратился в Кобрин к органам ЗАГС, МВД. Так ответ пришел из ЗАГСа. Пересылка туда запрещена. От МВД ответа нет. Вопросов, куда мне обратиться, чтобы выдали справку о смерти отца. Я ездил к нему, и он приезжал ко мне до конфликта. Спасибо, Владлен. Не знаю, умеется ли это вообще вопрос. Я понимаю чувство человека. Знаете что, вы ответьте этому человеку, что пусть он напишет мне письмо, вот вам, а вы мне перешлете. И я с кем-то посоветуюсь, можно ли ему помочь. Напишите, пожалуйста. Хорошо, мы сообщим тогда. У нас модератор сообщит наш e-mail, а мы потом передадим вам. Войну Путину... Так, войну Путин начал, когда в Крым солдат послал, а потом гиркины всякие на Донбасс приехали. Ну, это уже как мнение. Без таких мнений у нас не обходится ни один. Это мнение, которое распространено, очень широко распространено. Гиркин действительно из Крыма приехал на Донбасс. Это правда. Значит, что касается того, кто начал войну, то войну... Война же в Крыму уже не была войны. Да. Поэтому говорить, что Путин начал войну как бы с Крымом, это как бы просто не точно. Да? А то, что... А кто начал войну, тот-то объявил АТО. АТО объявил исполняющий обязанности президента господин Валентин Турчинов. что касается того, что все началось с Крыма, а то это неправда. Потому что все началось с государственного переворота, когда были... Майдан как бы взял власть в свои руки, незаконным путем устранив президента. Тысячу раз плохого. Рассказы о том, что он сбежал, неправда. Власть он потерял решением парламента тогда, когда он еще был в Украине. Он тогда был в Харькове. Значит, поэтому всем понятно, что его силовым путем выгнали. Значит, он остался бы, его убили. Но дело даже не в этом. Вот есть формальности, как можно лишить президента власти. Они были нарушены. С этого момента многие события произошли вне правового поля. многие. Евгений спрашивает, ощущение такое, что ситуация в братской Украине зашла в тупик. Давайте что-то сделаем, чтобы это прекратить. Сердце болит за Украину. Ну, у нас тоже. И у вас, как вы говорили. Да. Вы знаете, болит сердце, действительно. Поэтому мы сейчас не обсуждаем детали минского процесса. Но я вот что хочу сказать. Я просто не вижу иного способа как бы полного решения этого кризиса, кроме как в рамках минского процесса довести ее до конца и предоставить автономию Донбассу. Этого не хочет Киев. Но я хочу сказать, пока это не получается, по разным причинам, кто-то не хочет, сильная партия войны, значит, такой депутатский корпус. Больше всего сердце болеет за то, что как живут люди. Им же тяжело. У них там есть пенсии, нет пенсии. Значит, эти говорят, что не платят. Люди мне рассказывают, что не всегда. и так далее, оттуда, из Донбасса. У них проблемы с лекарствами и так далее, и так далее. Значит, поэтому идея такая, что давайте, пока не решено, давайте пока избавимся от блокады. Для этого найдем каких-то там людей, с которыми украинская власть готова будет говорить, если она не хочет с Захарченко-Плотницким. Найдите. Вы же говорите, что это ваши люди, что это наши украинские граждане. Найдите тех, с кем вы можете говорить, чтобы договориться о том, как решать социальные вопросы, гуманитарные и так далее. Поэтому, вот, что мне кажется, нужно делать в ответ на вопрос. Вопрос еще. Послушайте, ну, там же во власти одни и те же лица. Тот же Порошенко был в правительстве Януковича. Это правда. Ну, это правда. И не только Порошенко. А Яценюк, что не был? Яценюк был, что он провел. Одни и те же лица. Это как бы ответ на вопрос, была революция или не было? Ну, никакой, конечно, революции не было. Просто одна группа элиты перехватила власть у другой группы элиты. Теперь, под давлением обстоятельств, внешних факторов, пытается изменить как бы контекст жизни в нашей стране. Что-то получается, что-то нет. Если Россия напала на Украину, почему российский бизнес работает в Киеве? Почему посольство работает? Я таких, почему, тысячи приведу. Нельзя в своей стране революцию устраивать и все будет хорошо. И все было бы хорошо. Ну, ну, куда там? Ну, вот, Украина же рассказывает, что вот, Россия агрессор, она напала, мы воюем с Россией. Но они даже, когда сами это говорят, они же в это не верят. Понимаете? Они прекрасно понимают, что если бы это была реальная война, то совсем все было бы иначе. Поэтому они говорят, это не реальная война, а гибридная. Что такое гибридная? Это, чтобы сказать, что это не война, но все же война и прочая всякая чепуха. Как люди, как можно было бы свергнуть урку Януковича, выбрать вместо него олигарха Порошенко? Я не понимаю. Ну, здесь уже вопросы эмоции, наверное. Ну, вот так вот. Конечно, Порошенко не был бы президентом, если бы это было народное, как бы, волеизъявление Майдана. Конечно, они бы избрали кого-то другого. Но, поскольку для того, чтобы здесь стать президентом, надо получить поддержку на Западе, он ездил в Штаты, он получил поддержку. Были устранены его конкуренты. Ну, вот взять такой вопрос, как с помощью Фирташа и американцев, в конце концов, известно, что говорила Виктория Нуланд, что надо, как бы, отключить от президентской борьбы нашего боксера, замечательного, Кличко. Кличко, я хотел сказать человека, который очень красноречиво выражает свои мысли. Да-да, это везде есть. Вот она сказала, он там не надо, пусть он будет мэром, и он-то не будет участвовать в избирательной кампании, а Яценюк пусть будет премьером. Это она говорила, Виктория Нуланд. Значит, перед президентскими выборами, значит, они, представьте себе, что он бы остался кандидатом Порошенко вместе с Кличко, он бы не получил 50%. С небольшим, значит, был бы второй тур. А во втором туре неизвестно, кто бы победил. Неизвестно абсолютно. Все, что угодно могло быть. Поэтому его сделали президентом вот эти обстоятельства. И поэтому Янгрия считаю, что он не более легитимный президент, чем Захарченко на Донбассе, как бы, собственно. там Друзья, мы больше 40 минут в эфире. Я предлагаю последних пару вопросов. Добрый день. Вот интересует такой вопрос. Третий Майдан будет? Есть для него какие-то предпосылки? Спрашивают. Предпосылок для бунта достаточно. Ужасно люди тяжелое время переживают. Но третьего Майдана не будет. Во всяком случае, такого, как был, поскольку у людей на руках сотни тысяч единиц оружия. Поэтому уже такого Майдана быть не может. Это значит, что может быть? Может быть военный переворот, а Майдана не будет. Ясно. Пока не договорятся украинские олигархи, кто-то пишет, мира не будет, а они не договорятся. Порядок будет тогда, когда придет политик, который этих олигархов посадит надолго. Это немножко такое просоветское утверждение. Ну, они, на самом деле, их влияние ослабляется. Ну, кроме Порошенко, да? Ну, и Коломойский еще более менее держится. Но остальных проблемы серьезные. Поэтому говорить о том, что они должны договориться, они в сегодняшних обстоятельствах они могут договориться, но они не решат проблемы. Понятно. Михаил Борисович, у меня тоже заключительный вопрос. Скажите, как вам видится вообще будущее российско-украинских отношений и в перспективе интеграции вообще Украины в Европу? Ну, очень субъективно могу сказать, что, знаете, любой прогноз, он тогда, ну, имеет научный характер, когда ситуация плавно меняется. Вот меняется со временем медленно. тогда можно прогноз какой-то делать, а если ситуация такая, что она может завтра перевернуться вниз головой, то какой может быть прогноз? Я считаю, что в интересах большинства украинского народа восстановить нормальные отношения с Россией. Будет ли это сейчас или после 2018 года или еще через какое-то время, но я считаю, что так все равно будет, потому что это в интересах большинства. Нельзя навязывать большинству то, что категорически противоречит их интересам. Что касается сближения с Европой, поскольку я как бы человек русской культуры, но в то же время считаю себя европейцем. Поэтому я бы хотел сближения с Европой и Украины, и России. И я очень надеюсь, что наступит такое время, оно может уже не при мне, когда этот процесс будет двигаться. Спасибо. Вольтер как-то сказал, что война превращает людей в диких зверей, а вообще люди рождены быть братьями. Мы, конечно, желаем нашему братскому украинскому народу мира. Это самое главное примирение и мира. Друзья, гостем нашей студии был известный украинский политолог, директор Киевского института политических исследований и конфликтологии Михаил Борисович Погребинский. Спасибо, что пришли в эфир. Вас сегодня ждут еще встречи со студентами, с нашими друзьями, коллегами, журналистами. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok